так ну что направление есть врачу направление движения тоже есть пойдем с вами вот налево давно мы с вами так не прогуливались я что решился не ехать в этот точнее идти в тервиса моя именно пешком они на машине время сейчас раннее утро поэтому какие-то вещи уже по работе сделал дома сейчас спокойненько идут до всяких собраний у меня время есть поэтому можно спокойно посетить ребенок наш весь этот год имеет хорошее расписание в плане что предыдущие три года учеба начиналась рано 8 утра хоть мы и живем сейчас тут буквально там в пяти минутах от школы но иногда тяжеловато вставать а сейчас как бы так норм что бывает в 10 там сегодня аж в 11 у них первый урок потому что школа маленькая желающих учиться уже растет растет потому что это как это называется типа труд эстонская школа сейчас там кстати говоря там уже первый класс сейчас там 8 первых классов следующем году ситуация будет еще хлеще очень много русскоязычных поступают сейчас в первом классе там ни одного ребенка эстонцы не учатся обстоятельства это вот довольно удивительно но я сегодня не об этом хотел поговорить просто прогуляться пока до тервиса моя дом здоровья перевести там находится мой семейный врач и собственно другой врач которому мне сейчас надо но наверно хотел я все-таки начать немножко с другого люблю я вот так вот по кругу ходить и потом вот в конце за 2 секунды объяснить к чему я это все вел и и так как вы помните где-то с августа месяца я работаю как ну сам на себя его на вольных хлебах но в то же время работаю на ту же компанию на которую вот кстати о птичках 1 июня уже 6 лет как работаю вот только с августа месяца мне немножко статус поменялся все работу не по трудовому контракту а по обычному как сказать по обычному контракту то есть что это имеется ввиду ну как фрилансер в общем что это вообще значит когда вы наемный работник у вас есть работодатель трудовой договор вам соответственно приходят на руки нет то зарплата в кветочки есть также еще указан подоходный налог который вы уплачиваете с вас удерживают но помимо всего прочего есть также по моему 33 процента так называемого социального налога 33 процента и когда эта сумма уплачивается то есть работодатель напрямую платят я так понимаю наверно в налоговую сразу же ненавижу этот перекресток тут вообще скорость никто не сбрасывает вот самокате наверно может прокатиться может прокатимся с вами вот эту часть соц налога платит работодатель на прямую налоговую и на основе ее вам предоставляется медицинское страхование все происходит автоматически многие не задумываются об этом но когда ты фрилансер тебе дают деньги сырые то есть но грубо говоря нет то брутто да вот эту часть а также соц налог но если вы договариваетесь на это одна из моих коллег об этом не думала и сейчас она укатила аж в австралию и просто обалдела сколько сколько ей нужно там платить чтобы была страховка и все такое потому что она сама из индии там естественно никто вообще налоги не платят ну большинстве своем так вот так как я работаю по специальному предпринимательскому счету который мне порекомендовал сам налоговый департамент потому что я все делал правильно как я считаю то есть что я имею ввиду перед тем как получить первое средство как фрилансер я позвонил налоговую спросил как мне как мне правильно получить денежные средства чтобы мне воплотить сразу все налоги чтобы у меня страховка не у меня не у супруги Потому что у супруги страховка как раз таки по мне идет, медицинская. А у детей она и так, по-моему, до 19 лет она и так бесплатная. Вот. И я выбрал этот предпринимательский счет, о котором я говорил вам, по-моему, когда мы были в Хаббнуме. Суть его в чем, в двух словах. Что вот вам приходят сырые деньги, и неважно какая сумма, этот банк, он пока единственный, кто с ним работает, ЛХВ. Он удерживает с вас ровно 20%. И если вот эти 20%, вот как работают наши службы, которые штрафуют за неправильную парковку. Потому что это бесплатная парковка, но ее сделали недавно на 4 часа. А после вечера, после 10, можно ставить до самого утра. По-моему, так. Вот. Но все равно кто-то, вот видите, много места свободного, все равно кому-то надо поставить там, ну и получишь штраф. Так вот, если сумма этих 20% больше 1900, то считается, что вы уплатили социальный налог, таким образом у вас возникает медицинская страховка. И то есть, сейчас немножко подытожив, это, конечно же, выгоднее 20% заплатить, чем подоходный плюс соцналог 33%. 20% выгоднее, чем 53%, конечно же. Вот. А теперь, как я говорил в Хабнаме, это все та история, когда банк мне заблокировал платеж, она вот дала последствия. Как они связаны с моим походом к врачу? Дело в том, что, вот, как эта система работает, когда ты работаешь сам на себя, используешь этот предпринимательский счет, ну, то есть, это вытлусконто, это по-эстонски называется. Вот вам пришли деньги, например, вот ты февраль поработал, в конце февраля тебе твой работодатель, там, или клиент перевел деньги. Ну, достаточно, будем говорить сразу же, достаточно для уплаты соцналога. Банк списал с тебя эти 20% и перевел их на счет предоплаты в налоговую, который прикреплен к тебе, имеет специальный там реферал ссылки и все такое. Эти деньги находятся на счету налогового департамента, и у вас обязанность, не только, как бы, конкретно у вас, а даже если вы там другое юридическое лицо, например, то у вас обязанность по уплате таких налогов, по-моему, 10 число каждого месяца. Наступает, соответственно, после февраля у нас что, март, 10 марта эта сумма списывается оттуда, у вас продлевается страховка, в марте приходит, соответственно, зарплата за март в конце месяца, и тот же самый механизм. Банк списывает у вас 20%, отправляет его на счет предоплаты в налоговую, налоговая уже, соответственно, 10 апреля, оттуда их забирает, и отправляет данные вот в кассу по здоровью, и у вас продлевается страховка. Вот. Что у меня произошло? Как раз я работал в марте, и зарплата у меня должна была дать в последний день апреля. Сейчас я в календаре не посмотрю. В общем, это должна была быть четверка или пятница. И это как раз последние дни апреля, насколько я помню. Ой, марта, извините, пожалуйста. Марта, да, конечно же. И тут включается банк, который блокирует этот перевод, и говорит, что за работодатель, что это такое, покажите инвойсе, а чем вы занимаетесь, куча всяких вопросов, на которые я, даже если бы хотел сказать, то я не имел права. Это было бы нарушение моего контракта. Я всю информацию тоже не могу говорить, как это, не в том плане, что это секрет, а это вот, ну, кто работает в IT, знает, что такое НДА. То есть я в двух словах там объяснил, как мог, но, хоть отвечали мне быстро на мои вопросы, как бы сама переписка была довольно быстрой, но процессы все-таки не все настолько быстрые в Эстонии. То есть так прошел четверг, пятница, соответственно, прошли выходные, и наступило вот как раз 1 апреля, и только тогда банк расчехлился, и этот перевод разрешил. Таким образом, за март средства мне пришли только в апреле. А теперь глазами налоговой, как это произошло, что произошло дальше. Соответственно, у меня обязанность об уплате социального налога осталась 10 апреля, но деньги я не получил в марте, ну, как в календарном месяце. Соответственно, ничего не было удержано, ничего не было отправлено в счет предоплаты на счет налоговой, привязанной к этому месяцу. Таким образом, 10 апреля, несмотря на то, что 1 апреля мне все-таки деньги пришли, но они, соответственно, учтены уже были как апрель, несмотря на это, 10 апреля у меня закончилась медицинская страховка, и по закону, ну, например, если вы увольняетесь, то у вас еще есть такое окошко, там, 30 дней после увольнения, или вот когда у вас прекращается страховка, она вот, соответственно, вот в это окошко вы еще можете к врачу ходить, а потом уже все, как говорится, бананев нема. И я об этом что-то не задумывался, я все равно считаю, что как бы система довольно странная, потому что фактически же средства пришли, почему нельзя смотреть, как бы, что так на 10 число уплачено у него или нет, не знаю, то ли это из-за таких вот реферальных ссылочек этих, которые привязаны к месяцам, не знаю, ну, в общем, что, я, у меня вскочил на спине, ну, как вскочил, у меня всегда там был такой небольшой жировик, ну, вы же знаете, этих самых мальчиков, все мы к врачам тоже те еще ходоки, и в итоге мы не ходили, не ходили много-много лет, и вот, когда мы ездили, куда же мы ездили, ну, две недели назад, я не помню, я так долго ходил с рюкзаком, я не знаю, то ли этот жировик там растерся, то ли что-то еще, но потом, в общем, он начал, как бы, увеличиваться и превращаться уже как бы в прыщи или в фурункул, соответственно, мне надо было идти к врачу, и тут отдельная история, конечно, про эстонскую вот эту систему здравоохранения, так, до этого, да, я сейчас еще разок, кто не понял по поводу медицинских страховок, да, в Эстонии нет такой системы, как, например, в той же самой России, когда тебе достаточно быть прописанным, и у тебя уже есть бесплатная ездинская страхование, ОМС, да, полис, только по прописке, ты можешь даже не работать, вот в Эстонии это не так, у тебя страховка, только если за тебя уплачен соц.налог, то есть, либо это работодатель, либо ты сам, либо там касса по безработице, ну, как это, биржа труда, ну, и, конечно, есть всякие исключения, то есть, например, как наша мама, у нее страховка по мне, по закону, это супруга иждивенка, воспитывающая ребенка до, по-моему, до 8 лет, и то там она продлевается, вот, когда нашему шкету было 3, у нее она пропала, потом пошла другая, ну, не важно, вот, вот я обратно вернулся, уже забыл, что хотел сказать, в общем, пошел я к врачу, пошел к врачу, и, нет, сначала я позвонил медсестре, сказал, у меня там скачало то-то-то, они говорят, езжайте в ЭМА, ЭМА, это, ну, это экстренное медицинское, вот это, обслуживание, ну, то есть, понимаете, да, это большущее приемное отделение, где люди с разными проблемами пришли, и все такое, я решил туда, ну, не ехать, потому что у меня проблемы, ну, совсем маленькие, у меня просто жаровик превратился просто впрыщен, не болит, не чешется даже, я подумал, просто настало время его, наверное, удалять, я сказал, мне не нужно в ЭМА, давайте направление просто к хирургу, у меня рядом с домом находится вот эта больница медикум, поэтому можно просто прийти туда и вырезать все, нет, давайте в ЭМА, я сказал, ну, окей, давайте тогда, чтобы наш врач семейный просто посмотрел свое мнение и сказала, записали на прием, пришел к врачу, она говорит, так, у вас не фурункул, у вас жаровик, давайте, а, и он уже вскрылся, хорошо, что наша мама вот за день до этого мне пластырь налепила на спину, в общем, я лег, и сестра начала выдавливать все оттуда, как могла, и записала на прием к хирургу, вот, ни в какой не ВМ, а в хирургу, кстати, процесс выдавливания, тоже был своеобразный, все разлетелось, так, у них по кабинету, но смешно было, мне реально было смешно, потому что, там было два врача, и одна медсестра, и все вот так склонились над этим прыщиком, и мы такие, ничего себе, ух ты, так много вообще, один врач сказал, это непонятно, это точно, это точно жаровик, я на самом деле чуть не рассмеялся, потому что у меня есть ощущение, что я никакой не критик, там, эстонской медицинской, этой системы, но порой мне кажется, что страна маленькая, и у специалистов мало, как бы, опыта, в разных там вещах, что они поэтому удивляются, вот таким вот, мелким проблемам, потому что, когда мне, у меня был фурункл на лбу, когда я в армии еще, в российской служил, те, злополучные три года, там, конечно, свой, свой прикол был, там этот военный врач, который, не врач, а просто он как, после университета медицинского, в общем, в части там нужно прослужить, так вот он, испугался, сказал, на лице много, лицевых нервов, и да бог я задену, тогда и все перекосит, поэтому давайте в госпиталь, я пошел в госпиталь, мне, фурункл бабахнули, и потом один день на перевязку сходил, и все, все окей, вот, а тут как, что-то охует, ахует, не знаю, что делать, в общем, выдавили, потом я пошел к хирургу, в ту же самую, кстати, клинику, вот куда мы сейчас идем, вот, вторая самая, и, там хирург вообще, тоже поржал, говорит, а зачем вообще выдавливать надо было, зачем вообще надо было выдавливать, потому что, это жировик, и капсула, которая находится, из-за действия вот этой медсестры, которая решила выдавливать, это, так скажем, творог, он прям так и сказал, под кожу вот так вот прошел, в общем, он, сделали анестезию, он там почистил все как мог, но сказал, что, я не буду, ой, не буду, я не смогу все убрать, поэтому нужно ждать, когда он снова образуется, и после этого, его уже, ну, дождаться, когда он не будет воспален, и тогда уже можно ему, спокойно удалять, и вот я сходил один день, потом сходил на перевязку, снова к медсестре, потом еще раз сходил к этому хирургу, все на перевязку, они смотрят на эту вот маленькую дырочку, и сейчас я еще иду на перевязку, чтобы просто понимали, никакого там осложнения, ничего подобного нет, я вот думаю, ну, что уже все, вот уже через два дня, будет ровно две недели, как я с этой проблемкой хожу, я вообще терпеть не могу, отпрашиваться с работы, хоть у нас абсолютно лояльно одно к этим делам относится, если надо там ребенка школу отвезти, там или, не знаю, просто ты можешь сказать, типа, я не могу, у меня сейчас там, даже не надо объяснять, что у тебя случилось, и тебе не надо отпрашиваться, ничего, все вообще вот у нас максимально идеально, но я все равно такой человек, я терпеть не могу отпрашиваться, и к врачу я хожу раз там в пять лет, да, последний раз я был у семейного врача, как раз до рождения вот нашего младшенького, я все думал, да почему так, почему так работает, серии я, наверное, представляю, потому что все опять же упирается вот в это медицинское страхование, и выставление счетов, потому что вот эти врачи, которые там находятся, они многие, ФИЕ, например, ну ФИЕ, это по-нашему, как сказать, ИП, индивидуальный предприниматель, и многие из них работают, например, в сотрудничестве с кассой по здоровью, да, по здравоохранению, что это значит, вот ты пришел, у тебя есть страховка, ты плачешь 5 евро за визит, тебе там сделали операцию, например, там какую-то небольшую, то да все, и все, ты ушел счастливый, они дальше счет выставляют за тебя, твоей страховой, ну собственно говоря, как и с автомобилями происходит, я вот и думаю, что может быть они поэтому так и тянут, все эти процедуры, не в том плане, что, не знаю, можете говорить что угодно, там вот они хотят как лучше, бла-бла-бла, я не верю в это, я все равно считаю, что все это сделано для того, чтобы больше денег выкачать из, из кассы по здоровью, правоохранению, может кто-то мне сможет объяснить, почему, почему это может быть, например, не так, вдруг они там на окладе сидят и все, но я считаю, что нет, я считаю, что там все-таки издельное вставление счетов, оплата, вставление счетов, оплата, то есть я даже не знаю, вот сейчас я схожу, и надо ли мне будет, или не надо будет, потому что, там были определенные моменты, в, в обсуждениях, как бы, я сейчас объясню, что, то есть, когда я, когда они делали первую перевязку, и потом, медсестра, когда мне делала перевязку, я пришел, уже хирургу на перевязку, он говорит, а зачем они вам оставили, в этой ранке турунду, ну, то есть марли, кусок марли в ранке засунули, я говорю, я не знаю, и все это из-за, вот этого, проблемы с коммуникацией, короче, потому что, вроде электронное государство, не знаю, то ли они не смотрят туда, там же должно все это как-то учитываться, и зачем у меня спрашивать, нужно ли там, например, оставлять, или не нужно оставлять, там турунду, какое лекарство, если бы они мне сказали, а какое вам, лекарство там выписали, я же не помню название этого антибиотика, кстати, да, мне еще антибиотик влепили, я вообще в первую жизнь его пил, для маленького прыщика антибиотик, понятно, чтобы быстрее там зажил, но у меня не какая-то там гноящаяся рана, чтобы вы понимали, у меня мелкий-мелкий прыщик, вообще, то есть то, что я вот сейчас показал вам, когда у меня было, вот так, у меня действительно там, что-то такое было серьезное, и то мне тогда не давали ничего, никаких антибиотиков, вот, за сим, наверное, откланиваюсь к вам, сколько времени, мы дошли, наверное, минут за двадцать, детский регистр, а, окей, в общем, девять часов, пойду, сделаю, все дела, там скрипит, да, скрипит, хотел на качелях покачаться, не получилось, в общем, я что хотел сказать, в общем, сейчас ходил, да, можете меня поздравить, ровно через два дня, то есть мне налепили наклейку, на спину очередную, поэтому, 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 ровно, две недели, будет, в субботу, как я это, лечусь, так что, вот, такая вот, фигня, ладно, я вообще, о чем забыл сказать, пока мы туда шли, к чему я вообще говорил, про предпринимательский счет, и, страховку, как вы, наверное, поняли, так как в марте у меня не было поступления на мой счет, и это, соответственно, никакой суммы не было удержанной, привязанной к, марту, соответственно, 10 апреля, когда соцналог, со счета предоплаты налоговой, должен был бы уйти, суммы там не было, именно привязанной, за предыдущий месяц, таким образом, у меня возникло вот это окошко, 30-дневное, и у меня, соответственно, через месяц страховка пропала, то есть, это была прошлая суббота, я просыпаюсь, смотрю, у меня страховки, и след простыл, мне приходит смс, когда, что так и сяк, в общем, у вас страхования больше нет, соответственно, в кассу по здоровью, не позвонить, налоговую, не позвонить, я начал смотреть, что да как, смотрю, что деньги списались, смотрю на сайте, налоговой, действительно есть, вот этот вот платеж, который 20%, но, в специальной графе, как бы, как там это называлось, не из требования, а типа требования, я смотрю, что, вот этот злополучный март, он почему-то пустой, вот, я не понял, почему так, я думал, может какой-то бак, или что-то, но деньги же фактически, ушли, вот, позвонил в банк, в банках работает по субботам, по крайней мере, их телефонистка, они сказали, мы ни при чем, мы автоматически переводим эти средства, и все такое, ну вот, но в конце дня я уже сам допер, и вот, собственно говоря, произошло то, о чем я, последние 20 минут и говорил, что деньги просто ушли, но видимо, так система их работает, что, у тебя именно поступления должны быть, получается, регулярно, что по мне, так является багом, то есть какой-то проблемой, потому что, потому что на сайте STE, например, там у тебя есть раздел такой, ну и STE, это наш вот самый главный, государственный сайт, где можно проверять свои действия, страховки, там водительское удостоверение, и все-все-все такое-такое, там написано, что вот мне вот каждые два месяца, начиная с августа месяца, как я стал предпринимателем, да, скажем так, каждые два месяца это страхование, как бы, продлевается с окошком, то есть понимаете, с января по март, соответственно, а следующее с февраля по апрель, почему вот эта система, так скажем, сломалась всего лишь одним простым, как бы, событием, то, что поступления не было в один месяц, то для меня осталось большой загадкой, ну и так еще совпало, что пока я тут лечился, за эти две недели, так, мы оттуда шли, давайте здесь для разнообразия, в эти две недели со мной связалась HR, HR, ну отдел кадров по-нашему, и она мне написала, говорит, а ты что, в этом что ли, в Эстонии что ли, я да, почему в Финляндии, ты же в Финляндию хотел, в общем, я с ней там долго-долго побеседовал, бла-бла-бла, но суть ее письма была в том, что она говорит, наш финансовый отдел немного беспокоен, потому что мы не хотим, типа, попасть под обвинение в фейк-фрилансерстве, то есть, что это такое, я сначала не понял, в общем, она говорит, не знаю, как по эстонским законам, но по немецким законам ты не можешь быть фрилансером и иметь только одного клиента, и работать там по фултайму, полный рабочий день по-нашему, что это имеется в виду, я сначала не понял, а потом, как понял, имеется в виду, все упирается в этот соц. налог, а работник, то есть, конкретно я, вообще он не обязан, ну, в том плане, это бремя уплаты, конечно же, на мне тоже сейчас лежит, как бы, да, но это вообще предполагалось, чтобы работодатель уплачивал соц.налог со своего счета, и многие конторы, видимо, она, по крайней мере, об этом написала, уклоняются от этого и просто договариваются со своим работниками, слушай, иди, короче, давай ты будешь не наемным работникам, фриланс, мы тебе чуть больше будем платить, и платят чуть, чуть больше, чем он раньше получал, но чуть меньше, так как без учета соц.налога, а дальше, типа, вот, пусть человек сам решает, и мы, типа, не виноваты, вот, и, как я понимаю, Германия борется, вот, с таким вот трудоустройством, чтобы, знаете, людей не, не выкидывали за борт, чтобы люди все-таки были, люди, работники, я имею ввиду, были, действительно, социально защищены, я считаю, это, на самом деле, очень правильно, потому, что, я так и чарой сказал, так я говорю, помнишь нашу с тобой беседу в этом, в июне еще, я не хотел вообще становиться фрилансером, я хотел переехать и искал все возможные пути, как мне это сделать, легально, не увольняясь, не переводя свой контракт, потому, что по закону это можно, даже хоть, там, куда угодно ты ехать, тут только работодатель должен тебя, именно, оформить, как, как командировку, да, ну, просто мой конкретно не захотел париться с этим, потому, что там нужно доказывать, почему именно эту работу надо выполнять, там, в Финляндии, например, да, или там, в Люксембурге, в условном, вот, а так-то, конечно, в гробу я это все видал, и вот она уже выясняет, уже неделю, я решил действовать на опережение, ну, как вы помните, я уже, у меня уже есть открытая, по-нашему, я не знаю, как это можно назвать, наверное, ООО, общество с ограниченной ответственностью, да, у меня уже бухгалтер, я их услуги оплачиваю, как раз, с августа, там, стабильные, там, 120 евро в месяц, со своего личного счета, конечно же, но, они мне отчитываются, каждое, первое число месяца, что, имейте в виду, что, ваша компания уже, вам, должна, ну, сейчас, сколько там уже, 2000 евро, ваша компания, под вашей компанией, я имею ввиду, моя личная, собственно, которая у меня пока сейчас, не активна, в общем, меня это все запарило, такой вот, мексиканский, треугольник, то есть, я как бы, фрилансером быть не хочу, не хочу быть, париться с этой страховкой, хочу быть наемным, ну, и компания не хочет уже, возвращать мне обратно, контракт, вот, и в то же время, говорю, может, это, что там, насчет, переезда в Германию, там, как фрилансеры, они же сами предложили, финансовое дело, потом эти, наш менеджмент, на что HR сказала, что это невозможно, потому что, вот как раз она, про это и говорила, что, ты поедешь, у тебя один контракт, и у нас уже будут проблемы, не понимаю, зачем из мухи слона делать, дайте обратно, мой обычный, там, эстонский, например, контракт, потому что, так как я использую предпринимательский счет, там же есть куча минусов, самый главный минус, в моем конкретном случае, что я не могу сейчас в банк прийти, и сказать, дайте мне, там, ипотеку, что-то я вообще сейчас в гробу видал все ипотеки с такими ценами, но я имею в виду чисто гипотетически, понимаете, вот, так что такая ситуация, я решил действовать на опережение, и в этом месяце все, я уже распрощался с этим предпринимательским счетом, и буду выставлять вот эти инвойсы, счет на оплату своему работодателю, уже от лица, а не себя, как предпринимателя, владельца вот этого, это вытлаз конта, предпринимательского счета, как банк точка, да, вот в России, то есть живет, знает, как банк точка действует, вот, это полный аналог, я думаю, вот, а буду уже посылать именно, от имени своего, с уплатой уже полностью, соц. налога, пусть лучше так, пусть это не особо выгодно, по финансам, но, в какой-то степени, хочу сказать, но мне так будет спокойней, вот этот бухгалтер, у меня хорошие девочки, работают, ну, в смысле, у меня, хорошей фирмой, пользуемся, они уже сказали, что можно много чего списать, потому что, фирму свою, зарегистрировал, как IT-компанию, да, 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 так что, я все уже ломаю голову, как нам с вами сделать, кто интересуется, там, тестированием, может, какой-то, не знаю, короткие видосы, по тестированию, пойти, писать, там, не знаю, кто-то будет связываться, там, например, потом может, себе, в, линкедиде, например, указывать, что проходил, там, бесплатную стажировку, например, то есть, с вас я бы ничего бы не, не просил, а просто как помогал на добровольных началах, и вы бы себе, вы считаете, в опыт такой небольшой записали бы, как вам идея, ну вот, вот теперь, я думаю, наверное, все, продолжаем дальше жить, радоваться жизни, погодка класс вообще, 14 градусов, я весь взмок, честно говоря, успели мы домой, до половины десятого, вот, мне пришло сообщение, пошел Redis, пойду Арбайтен, как говорится, увидимся с вами совсем скоро, всем покережки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова